МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Поддержка с воздуха. Обстановка сохраняется достаточно напряжённая, однако она контролируется. На сегодняшний день действует порядка 100 пожаров на площади чуть более 1 миллиона гектаров. Страшные пожары в Богучанском районе начали тушить при помощи самолётов-амфибий. Сервисы по поиску попутчиков могут заблокировать. Попадаются водители очень внимательные, заботливые, то есть они думают о пассажире. Кому и почему не понравилось, что люди сами ищут, на чём им путешествовать? Велосипед в надёжных руках. Велосипед от Афонтова получает! Сегодня в программе «Утренний кофе» разыграли ценный приз. Добрый вечер! В прямом эфире новости Афонтова в студии Елена Шабанова. Следующие полчаса подводим итоги дня. Итак, Дмитрий Медведев направил в Сибирь министра экологии Дмитрия Кобылкина, который должен будет проследить за тем, как ведётся борьба с огнем. Стало известно, что Дмитрий Медведев сам уже тоже вылетел в Красноярск. Здесь он проведёт совещание с участием министра экологии Дмитрием Кобылкиным и краевыми чиновниками. Самолёт премьера приземлится в аэропорту Красноярск примерно через час. Лесные пожары в Багучанском районе начали тушить с помощью самолётов Амфибия Бе-200. Это незаменимый помощник, особенно там, куда не подобраться техники. Накануне этот гигант уже помог локализовать один крупный пожар. Как это было, расскажет Антон Шевчук. Прямо в небе специалисты лесопожарного центра и министр лесного хозяйства решают, как максимально эффективно потушить пожар. Пока пилоты ведут тяжёлую машину в самое пекло, через специальную камеру за ситуацией следит лётчик-наблюдатель. Он выбирает, куда именно сбросить воду. Как в компьютерной игре, джойстиком управляет прицелом. Второй попытки не будет. Нужно очень точно рассчитать место сброса. Бе-200. Бе-200 – знаменитый помощник пожарных. Есть и огонь. В труднодоступном месте лучше этого самолёта нет. Накануне борт Пётр Стрелецкий произвёл три сброса воды на кромку пожара в Богучанском районе. Бе-200 – это самолёт-амфибия, и ему не нужно приземляться для того, чтобы наполнить баки водой. Он делает забор прямо в полёте, опускается на поверхность водохранилища и на скорости 200 км в час зачерпывает воду. За 10 секунд самолёт берёт на борт больше 10 тонн. Выглядит это очень эффектно. Сразу после того, как на объятые пламенем верхушки деревьев сбрасывают воду, в дело вступают наземные группы лесопожарного центра. Так и получается локализовать огонь и прекратить его дальнейшее распространение. Обстановка сохраняется достаточно напряжённой, однако она контролируется. На сегодняшний день действует порядка 100 пожаров на площади чуть более 1 миллиона гектар. Вместе с тем мы понимаем, что большинство этих пожаров действует в зоне контроля, то есть так называемой трудодоступной территории. Именно для этого применяется сейчас авиация, для того, чтобы как раз вот те пожары, которые трудодоступной территории создают большие проблемы в основном в виде задымления, их можно было локализовывать и тушить. Также при помощи авиации тушат пожары в Кежемском районе и в Венкии. После того, как пламя уйдёт с земель лесного фонда, крылатая пожарная машина отправится в более северные регионы. Туда, где до сих пор огонь никто не тушил. Антон Шевчук, Афонтова новости. Ситуация с горящими лесами возмутила голливудского актёра Леонардо Ди Каприо. Накануне он опубликовал в социальных сетях видео с пожаром и подписью. Леонардо Ди Каприо беспокоит смог, который уже дошёл до Аляски. Цитата. Всемирная метеорологическая организация заявляет, что эти пожары за месяц производят столько углекислого газа, сколько производит вся Швеция за год. Конец цитаты. Напомню, ранее потушить пожары в Сибири требовали Гарри Харламов, Сергей Зверев, Баста, Данила Поперечный и многие другие звёзды. Заборы вокруг кампуса СФУ всё-таки уберут. Об этом рассказал Максим Румянцев, который накануне стал исполняющим обязанности ректора ВУЗа. Правда, сроков знаменательного события новый руководитель не называет. Ограждение вокруг кампуса университета воздвигали перед универсиадой. Студенческие общежития сделали деревней для спортсменов, а забор был призван защитить атлетов. Когда игры закончились, убирать периметры безопасности не стали. У университета на это не оказалось денег. Забор вызвал много критики в адрес руководства ВУЗа от студентов и преподавателей, которым пришлось обходить ограды, чтобы войти и выйти. Забор, тема наболевшая, рассужденный министр об этом говорит. Вы знаете, что это объект наследия универсиады. Он определенную функцию свою выполнял. Мы уже вчера с коллегами, которые правовые аспекты в университете курируют, обсуждали возможность его демонтажа. Добавлю, Максим Румянцев, в отличие от предшественников на ректорском посту, не профессор, а доцент. Имеет степень по философии, высшее образование получал в педагогическом университете имени Астафьева. И по образованию он учитель русского языка и литературы. В СФУ про нового начальника говорят, что он стоял у истоков объединения ВУЗа и работал в команде первого ректора, профессора Ваганова. Румянцев работал директором гуманитарного института СФУ и был проректором по учебной работе. В прошлом году он ушел в заместитель краевого министра образования. Чтобы избавиться от приставки ИО, Максиму Румянцеву необходимо проработать год, а решение будет принимать специальная комиссия правительства России. В федеральных университетах процедура выборов ректора не проводится. Сервисы по поиску попутчиков могут заблокировать с таким предложением к депутатам Государственной Думы вышло Всероссийское объединение пассажиров. Там считают, приложения по оказанию подобных услуг не гарантируют безопасность людей. Ольга Хохлова разбиралась в плюсах и минусах работы сервисов. Удобно, комфортно и дешево. Сервисами по поиску попутчиков Анжела пользуется уже полтора года. Чаще всего ездит в Ачинск. В то время, как на автовокзале билет стоит 424 рубля, водители легковушек просят 350. Говорит, опасалась только при первой поездке. Со временем привыкла и незнакомцам стала доверять. Тем более, что попутчиков в машине всегда трое. Попадаются водители очень внимательные, заботливые. То есть, они думают о пассажире, о его комфорте. И некоторые даже довозят практически до дома. И забирают тебя иногда из дома или из того места после работы, допустим. Тем не менее, во Всероссийском объединении пассажиров считают такие сервисы небезопасными и просят депутатов Государственной Думы запретить сайты, которые оказывают услуги по перевозке людей в разные города. В список попали сразу 229 приложений. Больше всего опасений у активистов вызывают водители автобусов, которые набирают в салон 9 и более попутчиков. Такие шоферы должны получать лицензию, а сервисы обязаны проверять наличие документов. Есть масса прецедентов, когда люди бронируют поездку на легковом автомобиле, а по факту едут в автобусе. И те пассажиры, которые пользуются такой услугой, они крайне недовольны, потому что они видят абсолютно зачастую технически неисправные транспортные средства. Количество жертв за прошлый год превысило 200 человек. Это именно от нелегальных перевозчиков. Если Государственная Дума не поддерживает данное предложение, это означает, что они потворствуют работе нелегальных перевозчиков. Это серая схема обналичивания денег. У официального перевозчика сам водитель проходит утром медицинское обследование. Он проходит на состояние здоровья. Он чувствует себя хорошо и допускается к рейсу. И безопасно может вас перевезти. Во вторую очередь, это также очень обязательно, это транспортное средство, его техническое состояние. У официального перевозчика проверяется перед началом движения. Техническое состояние, все неисправности в случае обнаружения транспортное средство не допускается на выход на линию. Предложение пассажирского объединения депутаты Государственной Думы приняли и планируют рассмотреть уже ближайшей осенью. Известно, что чиновники Минтранса с активистами солидарны и внесут свои поправки в закон. Возможно, что перевозка попутчика не чаще одного раза в день не будет считаться предпринимательской деятельностью. Ольга Хохола, Михаил Ткачук, Афонтова новости. С 10 августа изменится схема движения сразу двух автобусных маршрутов и появятся новые остановки. 65-й автобус поедет до агротерминала. Его маршрут пройдет по улицам Истынская, Гайдашовка и Полигонная. По просьбам пассажиров увеличат и количество автобусов. Это позволит сократить интервал движения. Изменения коснутся и автобусного маршрута номер 49. На нем можно будет доехать до спортивного комплекса «Радуга». Всего туда будут ездить четыре рейса. Они будут обозначены табличкой. При новой схеме движения на маршруте добавятся четыре остановки. Снежная, Рябиновый сад, Березовая и сам спорткомплекс «Радуга». Расписание движения маршруток будет размещено в салонах и на конечных остановках. Все автобусы с 49 маршрута начнут ездить до спорткомплекса в начале сентября. В сентябре месяце после того, как спортивный комплекс войдет в пункт 100% загрузку, принято решение, что схема движения 49-го будет продлена с микрорайона Ветлужанка до спортивного комплекса «Радуга». То есть в схему добавляется четыре новых остановочных пункта. Это в первую очередь еще и будет положительным этапом для населения новых микрорайонов, которые построены на улице Елены Стасовой. Полицейские нашли тайник с ценной рыбой на 4,5 миллиона рублей. Это произошло в деревне Канготово Таруханского района. Стражи порядка наведались в один из частных домов, хозяина которого, видимо, заподозрили в незнакомной ловле. В самом доме ничего не нашли, но зато увидели странные электропровода, которые вели к заброшенному сараю. Внутри обнаружили две холодильные камеры с рыбой. Всего изъяли 595 штук стерляди и 12 ситров. Каждая тушка была упакована в пищевую пленку и готова к продаже. Хозяину, если его причастность будет доказана, грозит до трех лет лишения свободы. Яму возле детской площадки по улице Маяковского 4 заделают. Месяц назад мы рассказывали о том, что жители боятся обвала дороги. Во дворе после дождей образовалась яма глубиной около трех метров. Это был уже третий провал. Тогда районные власти сказали, денег на ремонт нет. Сейчас яма стала больше. Ее огородили лентой и поставили дорожный знак. В администрации нам рассказали, угрозы для жизни людей нет. Деньги на сегодняшний день нашли в резервном фонде. На данный момент идет поиск подрядчиков для вскрытия асфальта и засыпки ямы. Такое решение было принято на комиссии по чрезвычайным ситуациям. Подготовлен локально смертный расчет. Проведено бездавальное обследование. Выявлено, что существует сегодня необходимость устранения этого провала путем вскрытия определенной квадратуры и засыпки всей полости, которая там определена. Закрытый щитом провал – это не решение проблемы, поэтому надо его довести до того логического завершения, которое не позволит безопасно проживать жителям этого дома. Подошел к концу конкурс от программы «Утренний кофе». Новый спортивный велосипед разыграли в прямом эфире. Победителя не пришлось искать долго. Приз отправился к новым хозяевам прямо из здания Афонтова. Велосипед от Афонтова получает… Получает Галина Марусяк. Номер оканчивается на 34,95. Галина, мы вас поздравляем. Велосипед ваш. Возможно, вы его передарите. Возможно, сами будете колесить по бездорожью и дорогам краевой столицы. Вот и стало известно имя обладателя нового велосипеда, который разыгрывали в передаче «Утренний кофе». Конкурс длился целый месяц и собрал немало участников. Чтобы получить новый спортивный велосипед, нужно было в определенный момент сделать селфи на фоне телеэкрана. И до конца выпуска разместить фото на своей странице в социальных сетях с хэштегом «Хочу велосипед» от Афонтова. В конце месяца счастливчик определил беспристрастный лототрон. Всех приглашали 31 июля замереть у телеэкранов, что случилось сегодня, и вытащили одну единственную победительницу. Прекрасная, чудесная телезрительница Галина, которая подарила нам тепло, поздравила с тем, что со своей победой также пришла без шампанского. Ну, ничего страшного. Главное, что мы поделились с друг с другом положительными энергиями. Счастливая победительница Галина Марусяк принимает свой приз и поздравления от ведущих. На победу не рассчитывала, а оттого особенно приятно. Для нее это первый подобный выигрыш. В семье два ребенка, мальчик и девочка. Велосипед подарят старшему сыну. Его сестренка еще слишком мала. Велосипед пойдет внуку. Играем не постоянно. И спасибо вам огромное за подарок. Маленький хозяин нового велосипеда сейчас отдыхает в детском спортивном лагере. А подарки уже в курсе и очень рад. 15 августа он возвращается домой и собирается сразу обкатать новый велик. Дмитрий Пименов, Антон Махов, Вячеслав Казаков. Афонтова новости. Показательное выступление и десантирование парашютистов смогут увидеть красноярцы уже в эту пятницу, в день воздушно-десантных войск. В 10 утра на театральной площади стартует акция «Военная служба по контракту. Твой выбор». Пришедшим покажут выступления творческих коллективов, продемонстрируют приемы армейского рукопашного боя. А кульминацией праздника станет показательный полет пилотажной группы «Соколы России». Он стартует в 14.30. А уже завтра в это же время пройдет генеральная репетиция. Красноярцев просят не пугаться громкого гула на улице. К слову, в пятницу во время праздника на театральной площади будет работать и мобильный пункт по набору контрактников. «Есть определенные требования к тем ребятам, которые могут поступить на военную службу по контракту. Это и те, которые уже отслужили срочную службу и даже отслужили по контракту, решили вернуться в армию. Они могут через комнат отбора, через военный комиссариат повторно пройти мероприятия. Могут ребята, которые даже не служили в армии, которые собираются служить срочную службу. У них есть выбор. Если у них есть высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование, они могут вместо года военнослужбы по Паризову поступить и отслужить два года по контракту». Далее реклама. Через минуту продолжим. В эфире новости Афонтовой. Мы продолжаем выпуск. Енисейск. Большинство памятников архитектуры, благодаря которым Енисейск называется музеем под открытым небом, построены на деньги купцов. Именно в Енисейске зародилось купечество нашего региона. Они не только строили роскошные дома и храмы, но и вносили очень большую долю в государевую казну. О Енисейске купеческом расскажет Дмитрий Пименов. Вот это Мингалёвы. Но здесь уже хозяина нет, здесь мои только бабушки. На этих листочках хранится память о семье Мингалёвых, потомках старинной купеческой фамилии. Гавриила Мингалёва после революции упрятали в тюрьму за происхождение, но выпустили, и он стал первым енисейским лётчиком. А его брат, несмотря ни на что, продолжал писать иконы. Но больше всего прославился их дядя Дмитрий Мингалёв. В архиве сохранилась запись не сколько о его торговых делах, сколько о меценатских. В 1860 году Мингалёв обнёс кладбище деревянной оградой и насадил более 300 деревьев, кедра. Именно в Енисейске зародилось сословие купцов Енисейской Сибири. До этого все торговцы были пришлые. Первыми енисейскими купцами были выходцы из посадских людей, живущих в окрестностях Острога, до казаки. Например, предки известных енисейских купцов Дементьевых занимались пошивом обуви. К занятию торговли их подталкивало обилие пушного зверя в местной тайге. Сибирский мех входил в моду не только в Москве, но и в Европе. Мягкая рухлядь, как называли тогда шкурки, была основой экономики, как нефть сейчас. С момента основания Енисейского Строга и до конца века было добыто более 7 миллионов соболей. Пушным промыслом занимались очень длительное время и 18, и 19, и начало 20 столетия. Практически до 17 года в Енисейске проживал хотя бы несколько купцов, которые занимались пушным торгом. Пушной промысел в Енисейской тайге приносил львиную долю дохода в государственную казну. Уже к 18 веку в Енисейске числилось более 3 тысяч купцов. Енисейская ярмарка была главным центром пушной торговли Сибири в 18 веке. В 18 веке в Енисейске построили большой гостиный двор, он располагался примерно вот на этом месте. Это было большое двухэтажное здание, внутри которого находились 112 торговых помещений. Одним своим фасадом он выходил на берег Енисея, другим на главную улицу, большую, ныне улицы Ленина. Сейчас этого здания, увы, нет. В 19 веке приоритеты у местных купцов сменились. Кушные запасы истощились, зато в тайге нашли золото. Местные купцы быстро переориентировались, стали поставлять продукты старательским артелем, да и сами занялись золотодобычей и опять обеспечили гигантский приток денег в государеву казну. В начале 19 века Енисейская ярмарка утратила свое значение. Торговля мехом переместилась в Ирбитскую и Труханскую ярмарки. После строительства Сибирского тракта большая часть грузоперевозок стала проходить не водным, а гужевым транспортом. Тем не менее, именно благодаря купечеству на улицах города появились сотни прекрасных зданий, благодаря которым Енисейск называет городом-памятником. Рояль в кустах, зеленая аптека и цветочный поезд. На территории детских садов теперь можно увидеть не только стандартные цветочные клумбы и качели с песочницами. Специалисты учреждения и родители продолжают соревноваться в творческой фантазии, а на территории появляются необычные локации. Екатерина Усатенко готова рассказать, что нового появилось в этом сезоне. Можно не только мушу молоть мельница, еще и свитрины, которые специальную энергию вырабатывают. В 182-м детском саду подворье пополнилось симпатичным зверьем. Тут гуси, куры, хрюшки, кошки с собаками. Еще мини-домик и целые цветочные аллеи. Их высадили выпускники. За циниями, петуниями и розами теперь ухаживают все. Над созданием сухого ручья тоже потрудились ребятишки. Камни собрали с территории, дружно покрасили. Фигуры животных уже дело рук взрослых. Рабочий у нас вырезал эти фигуры, разрисовали, лаком покрыли. Вот выставили все. Детям, конечно, понравилось очень. Родителям очень сильно нравится. Все в восторге. Гости, которые к нам приходят в детский сад, все говорят, ой, как у вас красиво, как к вам попасть. В 19-м саду словно потрудился ландшафтный дизайнер. Аккуратные грядочки с луком и базиликом оброблены цветами. Тут не только клумбы на любой вкус, но и скамейки в виде всевозможных животных, стилизованные урны для мусора. Даже есть зеленая аптека. Здесь дети точно знают, какая трава лечебная. Есть и собственное злаковое поле. Растет подсолнух, овес, ячмень и рожь. Осенью – сбор урожая. Самовыращенные злаки хороши для поделок. Когда все это поспевает, прилетают птицы, и мы можем совместить исследовательскую деятельность с экологическим воспитанием. Это тоже замечательно. На каждой локации у нас какие-то герои сказок, мультфильмы. Здесь мы видим репку и огород. Все какие культуры у нас растут в нашем климате. А в 215-м саду сплошь сказочные герои. Вот семейство тянет репку. Только репы в детском огороде в этом году нет. Зато есть тыквы и кабачки. Над Альпийской горкой потрудились родители. Мамы привезли с дачи цветы, папы на машинах булыжники. Но любимая фотолокация – это рояль в кустах. К благоустройству сейчас подходят творчески практически в каждом учреждении. Но есть и обратная сторона. Такие зоны часто привлекают не только детей и родителей, но и тех, кто стремится испортить то, над чем так долго трудились. Сотрудники призывают ценить чужой труд и восхищаться благоустройством, но только глазами. Екатерина Усатенко, Алексей Егоров, Афонтова. Новости. Далее новости спорта. Слово Антону Соркину. Футбольный Енисей начал предпринимать шаги для улучшения ситуации после провального старта в чемпионате ФНЛ. Руководство клуба включило в тренерский штаб команды опытного специалиста Юрия Газаева. Пока Газаев будет работать в клубе в качестве тренера-консультанта, но не исключено, что в скором времени именно он станет главным тренером. Ни Александр Алексеев, ни Виктор Тренев с этой ролью явно не справляются. После пяти туров в чемпионате команда одержала одну победу, при этом забив всего два мяча и пропустив в пять раз больше. Следующий матч красно-синие проведут на выезде 3 августа у красноярцев сибирское дерби в Томске. При этом Енисей узнал предполагаемых соперников в Кубке России. На стадии 1-32 финала сибиряки встретятся с победителем пары Носта-Тюмень. Кубковый матч с участием Львов назначен на 21 августа. Рафтингисские Енисеюшки заняли второе место в многоборье на Кубке мира, прошедшего в Китае. В Зюане проходили старты в классе четырехместных судов. Команды разыграли четыре комплекта наград. В итоге Енисеюшка в слаломе и спринте выиграла золотые медали. А вот в длинной гонке и параллельном спринте стали вторыми. Красноярки уступали только чешским спортсменкам, в итоге выигравшие общекомандный зачет. Но именно наши рафтингистки по итогам соревнований были приняты в клуб «Зеро» как экипаж, преодолевший две попытки в слаломной гонке без штрафа. Это было под силу немногим. В Зюане такой честью удостоились только мужские команды из Бразилии и Чили. На острове Таташев пройдет чемпионат России среди пилотов-квадрокоптеров. Красноярск станет вторым городом страны, в котором пройдут столь необычные соревнования национального уровня. За чемпионское звание сильнейшие пилоты со всей страны сразятся 3 августа. Для состязаний разработали специальную трассу. Организаторы пообещали, что в этом году участников ждут новые сложные элементы. Главная цель – преодолеть полосу препятствий без ошибок и как можно быстрее. С января 2018 года подобные гонки стали официальным классом по авиамодельному спорту. Первый чемпионат прошел в Подмосковье. Антон Соркин, Афонтово Спорт. К этому часу все. Свои новости сообщайте по телефону 285-14-14. Присоединяйтесь к нам в соцсетях. Заходите на наш сайт, адрес афонтово.ру. Всем хорошего вечера и всего самого доброго. До встречи.